Наша умма в последнее время страдает от такой беды, как возрождение хариджитских взглядов, распространение хариджитских идей. Одной из главных особенностей этих идей является выведение мусульман, как правителей, так и подданных, из религии. Объявление правителей неверующими с последующим призывом к их свержению, к вооруженным выступлениям, к насильственным актам. А также объявление всех тех, кто живет на территориях, управляемых данными правителями, неверными, вероотступниками, чья жизнь, чье имущество являются дозволенными для посягательства на них. В связи с этим, последователи этих идей, они организовывают кровавые террористические акты, в том числе в местах скопления людей, в том числе не гнушаются проведением этих актов в мечетях, в домах Аллаха Субханава Тааля и даже в трех священных мечетях. В мечети пророка Алии Сарату Ассалам и в Масибир Харам. Одним из своих главных доводов они считают аят А кто не выносит решения на основе того, что не спасал Аллах, они суть неверные. Вот этот аят они считают одним из своих главных доводов. В древние времена и в нынешние Хариджиты считали и считают своей главной опорой в объявлении правителей мусульман, неверующими. Вот этот вот аят, об этом говорит Ибн Таймия, рахмаллаху та'алла, Маджмуэль Фатава. Он говорит, Давайте познакомимся с некоторыми домыслами, утверждениями Хариджитов, с некоторыми обоснованиями, которые они используют для своих действий. Во-первых, Хариджиты говорят, а разве оставление того, что не спасал Аллах, не является куфром? Это первый язык Шубугатов. Слова. А разве оставление того, что не спасал Аллах, не является куфром? Что на это скажем? Ибн Таймия, рахмаллаху та'алла, он валь-фатава говорит. Оставление имана веры в установление шариата эти, это куфр. Просто же совершение харама, это не куфр. Внимательно. Поймите, что Хариджиты и прочие заблудшие группы, они прикрываются общими словами, или же они введены в заблуждение общими словами, и они не могут провести разницу между тонкостями вопроса. И поэтому путают разные понятия, из-за чего потом, из-за того, что они имеют четких представлений в этих вопросах, и четкого понимания хукма этих вопросов, из-за этого потом они устраивают то, что они устраивают. Из кровопролитий, посягание на жизнь, посягание на имущество. Вот общие слова их. То, что они говорят, а разве оставление того, что не спасал Аллах, не является куфром, когда им говорят, что вот этот аят, это то, за что держатся всегда Хариджиты с древних времен и поныне. Они говорят, а разве оставление того, что не спасал Аллах, не является куфром, что им отвечает? Ибн Теймия говорит, оставление имана в эти установления шариата, это куфр. Просто же совершение харама, не куфр. И потом он говорит, иной позиции придерживаются еретики, люди Бидаа, Хариджиты и Му'тазилиты. Аль-Багави, давая Тавсир 44-го аята из суры Аль-Маэда, он говорит, И был спрошен Абдул-Азиз ибн Яхья Аль-Канани, кто это, это один из учеников, соратников, имама Шафии, рахима Аллаху Та'аля. Так вот, его спросили об этих аятах, говорит Аль-Багави. И он ответил внимательно, они касаются оставления всего, что не спасал Аллах, а не части его. Тот, кто оставляет решение на основе всего, что не спасал Аллах, тот неверный, беззаконник и нечестивец. Тот же, кто принимает решение в соответствии с тем, что не спасал Аллах в вопросе Единобожия и оставления щирка, а после этого во всем другом принимает решение не в соответствии с тем, что не спасал Аллах из религиозных установлений, тот не заслуживает упомянутого в аятах вердикта, то есть хукма. То есть если он мувахид, признает все из шариата, признает это истинный, признает, что это лучше, что это самое мудрое, хорошо. Держится, таухид именно не нарушает, то есть не совершает, что те вещи, которые являются большим щирком, вводят из ислама, все остальное, что в этих вопросах, да, он совершает то, что противоречит шариату, хотя верит в это, считает это сообразно. Как мы с вами говорили, автор говорит, тот не заслуживает упомянутого в аятах вердикта. Автор-то в сере, то есть аль-багави, имеется в виду. И говорит аль-багави, ученые говорят, вердикт этих аятов, то есть хукм, распространяется на тех, кто умышленно и осознанно отвергает ясный текст с тем или иным хукмом Аллаха. Тот же, говорит аль-багави, для кого хукм остался скрытым, неясным или ошибся в толковании хукма, на того эти аяты не распространяются. Далее, ученые разъяснили, что суждение не на основе неспосланного Аллахом. Хукм бигай риман зер Аллах. Бывает двух видов. Суждение не на основе неспосланного Аллахом бывает двух видов. Малый куфор, куфор асгар, иногда его называют амали, то есть связанный с деяниями, который не выводит из религии. И куфор акбар, большой куфор, называют его также иатикади, то есть который связан уже с убеждениями, который выводит из религии. Ибн Абдул-Барр, рахмаллаху та'аля, выдающийся ученый в книге Ат-Тамхид, он говорит внимательно, «Еретические группы, к которым относятся, хариджит и муатазелит, избились с пути в этом вопросе и использовали эти асары, и им подобные в качестве аргумента для объявления неверующими грешников, то есть грешных мусульман. Так же, говорит внимательный Ибн Абдул-Барр, внимательно, так же они ссылаются на некоторые аяты из книги Аллаха, которые не следует понимать так, как это представляется внешне. Например, они опираются на слова Всевышнего, а кто принимает решение не в соответствии с тем, что не спасал Аллах, те суть неверные». Далее он говорит, «А передано от Ибн Аббаса, что он по поводу слов Аллаха, а кто принимает решение не в соответствии с тем, что не спасал Аллах, те суть неверные, сказал, речь здесь не идет о неверии, выводящем из религии, речь идет о неверии, которые меньше неверия». Это слова кого? Ибн Абдул-Барр. Теперь послушайте Ибн Аль-Каим, что он говорит в книге Ас-Салям. Он говорит, «Пророк, салаллаху алейкумсалям, объявил в своих словах в достоверном хадисе, поношение мусульманина – это феск, а сражение с мусульманином – это куфр, это неверие». И говорит Аль-Каим, «Пророк, салаллаху алейкумсалям, провел различие между сражением с мусульманином и поношением мусульманином, назвав одно из них нечестием, то есть поношением, феск, от которого человек не становится неверующим, а другое назвал куфром, неверим. «Известно, что он имел в виду не иначе, как куфр в действиях, а не куфр в убеждениях», – говорит Аль-Каим, то есть малый куфр, а не большой куфр. «И этот куфр не выводит человека из круга ислама и из религии полностью, так же, как не выходит из религии прелюбодей, вор, пьющий вино, хотя и лишаются имени му-мин, то есть обладатель полноценной веры». Далее, говорит Аль-Каим, внимательно, здесь очень слова, каждое слово является важным. Говорит Аль-Каим, и вот это уточнение, есть мнение сподвижников, которые лучше, чем кто-либо в этой общине знали книгу Аллаха, знали, что такое ислам, что есть куфр, и что из этих двух вещей вытекает. И поэтому брать понимание этих вопросов, говорит Аль-Каим, можно только от них, только от них поздние поколения не поняли того, что имели в виду они, и разделились на две группы. Первая группа выявила из религии людей за совершение больших грехов и приговорила тех, кто совершает большие грехи, к вечному аду. Вторая же группа объявила грешников верующими, обладающими совершенной полной верой. Первые впали в чрезмерность, говорит он, а вторые упущение. Что же касается Аль-Асуна валь-джама'а, внимательно, то их Аллах направил на самый верный путь и срединное мнение, которое занимает среди прочих течений, такое же срединное место, какое ислам занимает, среди прочих общин, прочих религий. И они указали, то есть сахаба, сподвижники указали, что речь здесь идет о неверии, которой меньше неверия, лицемерии, которой меньше лицемерия, ширки, которой меньше, чем ширк, нечестии, которой меньше нечестия, беззаконии, которая меньше беззакония, то есть того зульма, который же выводит из религии. И дальше что говорит Бнулькаем? Он приводит здесь Асары. Он говорит, сказал Суфьян Бнуйяйна, ссылаясь на Ищама Бнухужейра, Апауса, который передал от Ибн Аббаса по поводу слов Всевышнего Аллаха, а тот, кто выносит решение, судит, не на основе того, что не спас Аллах, они и есть неверные. Ибн Аббас сказал, это не тот куфр, о котором они думают. Посмотрите, Бнулькаем указывает то, что есть малый куфр, есть большой куфр, и как пример малого куфра, что приводит здесь? Вонесение суждений на основе того, что не спас Аллах, ссылаясь на Тафсир, кого? Ибн Аббаса. Дальше он говорит, и Абдуразак, говорит, передал нам Мамар от Ибн Тауса, что спрошен был Ибн Аббас по поводу слов Аллаха, Кто судит, не на основе того, что не спасал Аллах, они и есть неверующие. Он сказал, Да, им присуще неверие этим людям, кто судит, не на основе того, что не спасал Аллах. Однако это неверие не такое, как у того, кто не верует в Аллаха, его ангелов, его писания и его посланников. А в другой версии, говорит Бнулькаем, передал нам, что Ибн Аббас сказал, Куфр ла янкулю анильмилля, это неверие, которое не выводит из религии. И сказал Таавус теперь из Табиина, да, он сказал, Ла ясаби куфр янкулю анильмилля, это не куфр, который выводит из религии. Потом приводит от Ата, другого Табиина. Куфр дуна куфр, это куфр меньше куфра, зулим дуна зулим, зулим беззаконие меньше беззаконие. Фиск дуна фиск, нечестие, которое меньше нечестие. И говорит дальше Бнулькаем, То, что сказал Ата, это ясно, абсолютно ясно, разъяснено в Куране, Для тех, кто понимает Куран, кто понял Куран. Ибо Всевышний, внимательно, посмотрите это слово Бнулькаема, внимательно. Ибо Всевышний, говорит Бнулькаем, назвал человека, выносящего решение, Не в соответствии с неспосланным им неверующим, И назвал неверующим того, кто отрицает то, что он не спасал своему посланнику. Но эти два неверующих, не подобны друг другу, Не одинаковы по положению, не находятся в одном положении, в одном уровне, на одном уровне. Понятно? Мы привели сейчас вам слова ученых, Привели слова Бнатаймии, слова Аль-Багави, слова Айбин Абдульбарра, слова Бнулькаема, Где они приводят асары от сподвижников, и асары от табиинов, Которые указывают на то, что этот аят, на который ссылаются хараджи, Что в нем имеется в виду, что малый куфар, Куфар, который не выводит из религии, Это понимание сахабов. Дальше. Дальше хараджид говорит, а кто такой Ибн Аббас? Кто такой Ибн Аббас, Тавсир, который вы все время противопоставляете нашим словам, В то время как аят ясный, Не нуждается он в разъяснении его смысла кем-либо из людей. Вы слышали такое? Да. Кто такой Ибн Аббас, если аят ясный, говорят они? Почему мы должны слушать разъяснение кого-то из людей? Так вот ответ Ибн Аббас, из тех людей, о которых Аллах, Субханава Тааля, сказал, И первоопередившие из числа мухаджиров и ансаров, И те, которые последовали за ними во благе, доволен Аллах ими, они довольны, Приготовил для них райские сады, внизу которых текут реки, где пребудут они вечно. Пророк, алейсалату вассалам, сделал за него, за Ибн Аббаса, дуа. Он сказал, обратившись к Аллаху, о Аллах, дай ему, то есть Ибн Аббасу, понимание религии, фикх, религии, И научи его толкованию Кур'ана. А вы говорите, кто такой Ибн Аббас? Далее, говорит Хариджид, но ведь этот аят, А кто судит, не потому что не спасал Аллах, Те суть неверная, То есть этот аят имеет обобщающий, правильно, всеохватный смысл, То есть Умум, там есть слово Ман, Это слово оно дает что? Обобщающий смысл, да, Умум дает, обобщающий смысл, То есть всеохватный смысл. И там есть Хауляйка Гумуль Аль-Каферун, Аль есть, определенный артикль в слове Аль-Каферун, Аят имеет он обобщающий смысл, говорит Хариджид, дальше это его довод, верно или нет? Что вы скажете? Скажете следующее, а сподвижники лучше всех знали арабский язык, Поэтому их понимание важнее, правильнее, чем твое понимание, верно? Да, основа, мы говорим, да, если есть определенный артикль, Это указывает на большой куфар, Нет определенного артикла, может, основа на малый куфар, Но это только что основа, но мы же не говорим, что это теперь всегда действует. Поэтому мы этому человеку говорим, сподвижники лучше всех знали арабский язык, Их понимание важнее и правильнее твоего понимания. Аль-Хатибаль-Багдаде В истории Багдада, его книга «Тарих Багдад», Он приводит сообщение от Иббена Буддауда. Ибена Буддауд рассказывает, что одного человека из числа Хариджитов Привели к халифу Мааммуну. Мааммун спросил его, что тебя толкает на противодействие нам. Хариджит сказал, аят из книги Всевышнего Аллаха. Что это за аят? Спросил его халиф. Это слова Аллаха. Это слова Аллаха. А кто выносит решение на основе того, что не спасал Аллах, То они и есть неверные. Тогда Мааммун его спросил, У тебя есть твердое знание о том, что этот аят был действительно неиспослан. Хариджит сказал, да. Каков твой довод на то, что это аят действительно был неиспослан, Из неиспосланных аят? Иджма, мусульман, сказал он. Единодушно, о мере всех мусульман, что это аят из Курана, Неиспосланный аят из Курана. Иджма, мусульман. Тогда халиф сказал, вот как ты удовольствовался. Единодушным мнением мусульман относительно неиспослания, Точно так же удовольствуйся их единодушным мнением относительно толкования. Аллаху Акбар. Кама радита би-иджма'ихим фид-танзиль, Фарба би-иджма'ихим фид-тауил. Хариджит сказал, Саддакта, Ты прав, мир тебе, у повелитель проверных. Шинкиты, Рахмаллаху Ата'аля, Своим тавсилем, Аблаху Аль-Баян, Он говорит внимательно, Приводит Асары, От Ибн Мас'уда, И от Аль-Хасана Аль-Басри. Он говорит, Ибн Мас'уда Аль-Хасан сказали, Этот аят касается всех, Кто выносит решение Не в соответствии с тем, Что не спасал Аллах. Из числа мусульман, Иудеев, неверных. То есть делает это, Будучи убежденным в этом, И объявляя это дозволенным, Что можно суть не на основе то, Что не спасал Аллах. Кто же делает это, Будучи убежденным, Что он совершает харам, То есть убеждение, Что да, это нельзя, Это харам, То он один из фасиков мусульман, То есть мусульман грешников, И его дело принадлежит Аллаху, Если пожелать, То накажет его, А если пожелает, То простит. Приводит это кто? Ащенкиты. Ссылаясь на кого? На ибн-насууда. Ссылаясь на Аль-Хасана. Следующий довод, Который они считают доводом, Хариджит. И говорит Хариджит, Внимательно, Вы поймите, Что они говорят общие слова, Которые вроде кажутся, Что они правильными, Да, Но как сказал Али про них, Калам-ль-Хак уридаби иль-баты, Слова истины, Но они подразумевают под ними ложь, Ложный смысл, Неправильный смысл. Вот Хариджит говорит внимательно, Кто подчиняется кому-то, Кроме Аллаха, Тот, кто подчиняется кому-то, Кроме Аллаха, В тех вещах, Которые запретил Аллах, То есть в грехе, Тем самым поклоняется ему, То есть тому, Кому он подчинился в грехе, И делает его своим господом, Становясь тем самым мушриком и кафером, Не говоря уже о тех, Кто приказывает ему это, Этот грех. Сейткутуб говорит, Это Хариджит, Сейткутуб говорит, Не любят ссылаться на Сейткутуб, Кто подчиняется человеку, В установленном им от себя шариате, Даже в какой-то мелочи, Является мушриком, Даже если изначально был мусульманином, Сделав это, Он вышел посредством этого из ислама, И вошел в ширк. Это слова Хариджита. Ответ короткий. Если исходить из логики Сейткутуба, Значит каждый грешник является мушриком, Вышедшим из религии. Потому что каждое ослушание, Является покорностью и подчинением шейтану. Шейтан тебе приказал сделать грех, Ты подчинился ему. Значит что, стал кафаром? А это и есть мазад кого? Хариджитов. Мазад хариджитов. Выводить людей за большие грехи, Изуслама. Ясно или нет? Ответ на этот чуба. Ясен? Дальше. Дальше Хариджит говорит. Внимательно. Но Ибн Таймия в Маджму Аль-Фатала, Когда дает разъяснение аята и суры Тауба, Аят, который мы с вами проходили, Про книжников и монахов. Приводит хадис Адия, Адия Абн-Хатим, Который мы с вами проходили. И говорит то же самое. Указывая, что люди Писания, Подчинившись своим книжникам и монахам, В том, что те приказывали и запрещали, Хотя это и противоречило шариату, Сделали их себе господами и объектами поклонения. Как будто бы слова правильные, Да как будто бы. Ответ. Говорим ему, Если бы ты прочел дальше следующие три страницы в Маджму Аль-Фатала, То там ты бы в седьмом томе на 70-й странице, Ты бы там нашел объяснение. Ибн-Таймия говорит, Рахима Аллаху Ат-Та'ала, Внимательно. Внимательно. Говорит Ибн-Таймия, Те, которые взяли себе своих книжников и монахов господами, Подчинившись им к дозволению того, что запретил Аллах, И в запрещении того, что Аллах дозволил, Бывают двух видов, Говорит Ибн-Таймия, Двух видов. Первый вид. Те, которые знают, Что книжники и монахи подменили религию Аллаха, И следуют за ними в этой подмене, Принимая убеждение, Убеждение в дозволении того, Что запретил Аллах, И в запрещении того, Что Аллах сделал дозволенным. Они следуют за своими лидерами, Хотя знают, что те противоречат религии посланников. Вот это неверие. Аллах, его посланник, назвал это щирком. Хотя эти люди и не молятся своим лидерам, И не падают перед ними ниц. То есть не делают для них суджуды. Таким образом, говорит Ибн-Таймия, Кто следует за другим человеком, В противоречии религии, Зная, что это противоречит религии, И принимая внимательно, В качестве своего убеждения, Что да, это так, это так правильно. Хорошо? Принимая в качестве убеждения, То, что говорит этот человек, А не то, что говорит Аллах и его посланник, Тот является мушриком, Подобно тем, о ком сказано в аяте и хадисе. Понятно? Это первая группа. Те, которые принимают их слова, Которые противоречат религии, Аллах, принимают их в качестве убеждения, Хорошо? Делают самоубеждения, Акидой своей, То, что говорят эти люди, А не то, что сказал Аллах. Вот это говорит Ибн-Таймия, Что? Мушрики. Это мушрики. И дальше он говорит, Второй вид, вторая группа, Это те, чьи убеждения, В вопросе запрещения дозволенного, И дозволения запрещенного, Здесь их убеждения, Акида, является правильным. То есть прочные убеждения в этом вопросе у них. Но они подчиняются им, То есть этим книжникам, Монахам, В ослушании Аллаха, Как это делает мусульманин, Совершая какой-либо грех, Считая его при этом грехом. На эту группу распространяется суждение, Подобное суждению прочих, Такого рода грешников. И об этом сказано В достоверном хадисе Пророк Алейсарату Ассалам, Говорит он, Подчинение поистине бывает в благом. Мусульманин обязан слушаться, Подчиняться правителю, В том, что ему нравится, В том, что ему не нравится, Если только ему не приказывается совершать грех. Да, в хадисе сказано. Вот, Когда человек берет это себе Акидой, Когда он считает, Что то, что они говорят, Это правильно, Или то, что они говорят, Это и есть религия теперь. Хорошо. Или что это лучше, Или что это мудрее, Или что это целесообразнее, Или что это равно хукму Аллаха, Или что можно Выносить решение Не в соответствии с хукмом Аллах, Субханава Тааля, То есть он делает это своей акидой. Понятно? Тогда это большой куфор, Иширк. А если подчиняется им, Акиданию при этом правильно, То что это будет большой грех. Это довод, Лжедовод Хариджитов ясен, И ответ на него. Дальше Хариджит говорит, Внимательно. Каждый, кто устанавливает какой-то закон, Отличающийся от закона Аллаха, Тем самым приписывает себе Господство Рубубия, Потому что Ташрия, То есть установление закона, Это из качеств господства, Из качества Рубубия. И Ашинкит и говорит, Нет сомнения, Что каждый, кто подчиняется Не Аллаху в восстановлении законов, Противоречащих тому, Что установил Аллах, Предает этого человека В сотоварищи Аллаху. Вот слова Хариджита. Как будто бы правильные слова, верно? Опять мы говорим слова истинные, Но подразумевается под ними ложь. Внимательно. Они говорят, Каждый, кто устанавливает какой-то закон, Отличающийся от закона Аллаха, Приписывает себе тем самым, Что господство, Потому что Ташрия, Установление закона, Это из качеств господства. Да? Ответ. И ссылаются якобы на Ашинкиты. Рахиналлаху-Та'ля. Мы говорим, Ашинките, Ашинките, Рахиналлаху-Та'ля. Он указывает на то, Что это будет большим ширком, Внимательно, Здесь очень тоже тонкий момент важный, Ашинките указывает, Что в силе, Если почитать. Что это будет действительно большой ширк, Если сопровождается приписыванием этого шариату Аллаха, То есть, Какой-то устанавливает закон, Устанавливает какой-то хукам, И говорит, Что это от Аллаха, Что это религия такая, Все, Вот это в религии так, Халяль или Харам в религии. Вот это будет большой ширк, Почему? Потому что это возведение лжи на Аллаха. Понятно? Или, говорит он, Это будет большим ширком, Если является возражением, Хукму Аллаха, Несогласием с ним. Вот тогда это тоже будет, Что? Большой ширк. И он пишет в Ашинките, Примером, говорит он, Могут служить утверждения, Что отдавать превосходство мужчине перед женщиной В вопросе наследования, Это несправедливо. То есть, Это возражение шариату, И это куфр. Поэтому нужно уравнять их в правах на наследство, Мужчину и женщину. Дальше он говорит, Или утверждение, Что полигамные браки, Это несправедливость. Что развод, Это притеснение, Зулюм отношений женщины. Что забивание камнями, Или отрезание рук, Наказание, да, За определенное преступление. Это дикость, Которую непозволительно делать с человеком. Такие возражения. В установлении закона, Подчиняться не Аллаху, Субхану, Будет большой ширк, В каком случае. Если сопровождается чем? Приписывание это. Религия Аллаха, Или чем? Возражением, Религия Аллаху Субхана Ва Тааля, Кроме того, Ащанкиты, Рахмаллаху Тааля, Указывает внимательно, Что правитель, Который принимает решение, Не на основе, Неспосланного, Он будет неверующим, В том случае, Если он делает, Истихляль, Запомните этот термин, Истихляль, То есть, он считает дозволенным принимать решения, противоречащие неспосланному Аллаху. И говорит Аш-Шинкейте, сказали Ибн Мас'уд и Аль-Хасан, этот аят, а кто судит не на основе то, что не спасал Аллах, то они есть неверующие. Касается всех, кто выносит решения не в соответствии с тем, что не спасал Аллах, и числа мусульман и иудеев неверных, то есть, делает это, будучи убежденным в этом и объявляя это дозволенным, то есть, делая истихляд. Кто же делает это, будучи убежденным, что он совершает харам, то он один из фасиков, мусульман, из грешников, и его дело принадлежит Аллаху, если пожелает, то накажет, если пожелает, то простит. Понятно это опровержение. Дальше Хараджит говорит, внимательно, опять слова Хараджита. Он говорит, следование придуманным людьми законом, это большой щирк, потому что Аллах говорит, внимательно, и ссылается на аят. И не ешьте из того, над чем не было упомянуто имя Аллаха, ибо это фаск, это нечестье. И поистине шайтаны, они внушают своим приспешникам, чтобы они спорили с вами, и если вы им подчинитесь, то вы суть мушрики, вы многобожники. И Хараджит ссылается на аят и говорит, следование придуманным законом, значит, это щирк, потому что Аллах сказал, если вы им подчинитесь, то вы что, мушрики. И это только в одном хукме, говорит Хараджит. И говорит он, доктор Сафар Аль-Хавали, любит ссылаться на Сафар Аль-Хавали. Он говорит, а что тогда говорить о подчинении их системе в целом, когда всей системе подчиняется в целом, говорит Сафар Аль-Хавали. Вот это довод Хараджита, который он считает доводом. Так что он говорит, следует придуманным законом, это большой щирк, потому что Аллах говорит, что не ешьте то, над чему помянуты имя Аллах, это нечестье, шайтаны внушают своим приспешникам, чтобы они с вами спорили, если вы им подчинитесь, то вы что? Суть многобожники, это только в одном хукме, что тогда говорить вообще, если подчиняется целой системе законодательства. Ответ, внимательно. Человек, который следует законам, не от Аллаха, будь то законы мушрика или законы шайтанов, внимательно, отдавая им предпочтение перед подчинением Аллаху, тот кафир. И этот аят был неспословно, помните, мы с вами говорили на прошлом занятии, знать причину неспослания аята, это половина знания о толковании этого аята, половина понимания аята. И этот аят, он был неспослан по поводу того, что мушрики возражали шариату. Возражали шариату. Не просто мне твичину поел, или то, что было заколто без имени Аллах Субханаму Аталию. Они возражали шариату, и они подвергли его мудрость, сомнению. Хорошо? То есть мудрость шариата. Передается от Ибн Аббаса, что мушрики пришли к мусульманам и стали говорить. После того, что было неспословно аята, запрете мертвичины. Они сказали, значит, то, что убил Аллах, вы не едите. То есть животное само умерло, Аллах его убил, значит. То, что убил Аллах, вы не едите. А то, что вы сами убили, да, сказали бессмилля, сами убили, то едите. И при этом утверждайте, что следуйте приказу Аллаха. И вот тогда снизошел этот аят. Какой аят? Не ешьте то, над чем не было упомянуто имя Аллаха, ибо это нечестие. Шайтаны внушают своим приспешникам, чтобы они спорили с вами. То есть вот такие всякие, да, шубхаты, домыслы такие всякие. Если вы им подчинитесь, то вы, многобожники, подчинитесь в чем? Не в том, что человек, что, поел мертвичины. Да, это будет большой грех. А в чем? В согласии с их словами. В согласии с возражением шариату. Смотрите, Аль-Куртубе, рахмаллаху тааля. Он говорит по поводу этого аята. Слова Всевышнего. А если вы подчинитесь им, то есть, говорит Аль-Куртубе, в объявлении мертвичины дозволенной. Вот в чем. То тогда вы поистине являетесь мушриками. Этот аят указывает, говорит Аль-Куртубе, что тот, кто считает дозволенным нечто, что запретил Аллах, считает дозволенным, делает истихляль, нечто, что запретил Аллах, тот из-за этого становится мушриком. Всевышний однозначно запретил мертвичину. Но если кто-то принимает от другого убеждение, убеждение атыду, что оно дозволено, то тем самым он совершает щек, то есть, он становится мушриком. И говорит Аль-Куртубе, сказал Ибн-Уль-Араби, то есть, выдающийся ученый Ибн-Уль-Араби, слова Ибн-Уль-Араби он приводит. Верующий, подчиняясь мушрику, подчиняясь мушрику, внимательно, закону его или чего-то, подчиняясь мушрику, становится мушриком в том случае, если подчиняется ему в убеждении, в ятикаде. Если же он подчиняется ему в действии, и при этом имеет здравые убеждения, продолжая исповедовать таухид и веру в неспосланное, то является грешником. И говорит Аль-Куртубе, поймите этот вопрос, который уже затрагивался в Сур-Аль-Ма-Ида, поймите этот вопрос. Многие люди не могут разграничить, понять разницу. Вот для понимания этого вопроса приведем такие некоторые простые примеры. Вот допустим, есть хозяин фирмы. Хозяин фирмы, директор, хозяин приказал своим работникам угощать чаем и кофе всех посетителей фирмы без разбора в дни Рамадана тоже. И в дни Рамадана. Угощайте всех чаем и кофе обязательно, невзирая на то, что пост, он является что обязательным. Если только не узор, если только не какая-то уважительная причина. Представили себе ситуацию. Ситуация распространенная. Или запрещает от хозяина фирмы или директора своим работницам правильное соблюдение хиджаба на работе. Потому что это отталкивает посетителей или еще что-то. Или он приказывает угощать посетителей спиртным, если они этого желают. То есть есть там бар какой-то, есть спиртной. Он приказывает своим работникам это делать. Или он приказывает своим экономистам брать какие-то ростовсические кредиты. Кто он? Кто этот директор или хозяин фирмы? Не можем сказать пока кто. Если он считает, что хукам Аллаха плох. Или что можно, дозволено принимать решение не в соответствии с неиспоснованным Аллахом. Или что хукам Аллах уже устарел, не подходит к нашему времени, к нашим реалиям. Или объявляет, что запрещенное теперь в религии стало халялем. То есть наговаривает на Аллах. Принимает это в качестве убеждения, что да, это халяль и так далее. То вот это будет большой ширк. А если считает, что хукам Аллах самый мудрый, самый правильный, верит в него. Считает обязательным, да, ваджик, конечно, обязательным подчинение ему. Запрещенным ослушание его. Но вследствие своих мирских каких-то интересов и своей слабой веры, конечно. Мирские интересы, хоть и чтобы были работники, чтобы были клиенты, чтобы шло дело его и так далее. И своей слабой веры, вот вследствие этого он отдает подобные указания, то тогда он будет кто? Фасик, он будет грешником. С ним понятно. Работники теперь, которые подчиняются ему. С ними как быть? Если они принимают убеждение, что у начальника есть право менять религию Аллаха, что у него есть право объявлять дозволенным харам или объявлять запретным халяль, или он считает, что решения начальства, они мудрее, они правильнее, они целесообразнее решения Аллаха, решения шариата, или, по крайней мере, равны, или считает, что хукму Аллаха не обязательно подчиняться, то тогда они мушрики, тогда они неверующие. А если они признают, что они совершают грех, если они любят хукм Аллаха, но подчиняются из-за чего? Из-за своей слабости, привязанности к мирскому, привязаны к работе, к зарплате, тогда что? Тогда они совершают большой грех, находятся под угрозой. Да, братья, мы не говорим, что то, что они делают, это хорошо или это не страшно, это очень страшно, но сейчас вопрос не в этом, вопрос большой ли это куфар или нет, делает ли это дозволенным или не делает это дозволенным, то, что делают те люди, убеждения которых мы опровергаем, то есть дает ли это основание для такфира и так далее. Хорошо, предположим, теперь внимательно, следующий шаг, начальник не только устно это приказал, то, что мы сейчас упомянули, он еще это прописал в уставе своей фирмы, в уставе прописал, от этого становится он неверным, это следующий шаг, он уже в уставе фирмы прописал это, становится неверным, или неверными становятся те, которому подчиняются, или они все же пасеки, вот тот же ответ, тот же ответ, он прописал до этого устава, помимо того, что он устно это приказал, он еще это в уставе прописал, ответ тот же фуком такой же в зависимости от убеждений его хотя конечно ситуация здесь уже опаснее и для первой для вторых хорошо другой пример то что было ясно человек такое же нечто подобное делает своей семье то есть в семье какие-то правила устанавливает который противлечит шариату например жене приказ выходить гостям без хиджаба редкая ситуация нередкая ситуация или приказывает детям идти купить спиртное или накрыть на стол свинину сало что-то там такое фуком то же самое что мы сказали хорошо вопрос теперь к этим людям у которых эти взгляды хараджиевские сколько у начальника в нашем примере должно быть подчиненных сколько приказов которые не соответствуют шариату он должен дать чтобы вы его объявили неверным вопрос теперь еще один к людям которые подарить идеям хараджи изма если у него 10 подчиненных или 100 подчиненных или 10 тысяч почему сколько должно быть у него подчиненных где это граница когда уже вы имеете право назвать его каффир что они скажут это же вот такой узкий пример начальник это хорошо сколько должно быть у подчиненных 100 ты сейчас 10 тысяч сколько даже подчиненных где грань когда вы уже имеете право объявить его не верно или сколько приказов он должен дать чтобы вы объявили его неверным 1 2 3 20 что поймите что если он один приказ такой да считаю что это дозволено знаю что это на самом деле не дозволено в религии уже достаточно чтобы стал неверующий и если он наоборот до 50 таких приказов но понимать что он грешник то он фасик мы не стоит от этого неверующих так вот вопрос кем и сколько должно быть этого начальника подчиненных и сколько приказов он должен дать противоречащих шариату чтобы вы его назвали уже неверующим вот теперь понимаете вы что в отношении мусульманских правителей которые принимают те или иные постановления которые противоречит шариату действует что тот же хукам то есть случае в каком случае предпочтение да если они дают предпочтение хукму не аллах субханава тааля считаю что он лучше у камняла лучше или подобен или в случае стихляля то есть считать что дозволено принимать решение нас точно не спасала противоречащие этому или в случае дальше чего подмены религии когда они говорят это от аллаха религия такая подмена религии или возражение религии как мы с вами говорили несправедливо это и так далее вот в таком случае он становится неверным внимательно то есть случае чего предпочтения случае довольства этим случае и стихляля то считаю что это дозволено случае подмены религии случае чего возражение религии он становится неверным а если он признает шарятский хукам признает его обязательность признает его мудрость признает что это лучше но из-за каких-то внимательно политических или прочих мирских каких-то причин мирских причин выносит постановление который противоречит шариату то он является кем является фаси и кам нечистивцам нам это говорим но вы поймите что это не значит что мы умоляем чудовищность омерзительность того что они делают их греха то мерзкий это чудовищный это отвратительный грех мы осуждаем этот грех мы говорим что он гораздо опаснее принятие решений противоречивших шариату когда речь не идет о массовых каких-то законах да это конечно опаснее данном случае безусловно те которые устанавливать какие-то массовые законы несоответствие шарятом они находятся что на пути куфра на пути куфра хотя говорить вы сами как мы с вами приводили недавно может быть у них есть какие-то что оправдание может быть их били в заблуждение и так далее это другой вопрос но если они делают это зная то конечно они на пути куфра мы не говори не умоляем опасность того что они делают но но братья внимательно ислам это не эмоции хорошо что вы ненавидите такие вещи до хамду рельда мусульманин должен ненавидеть грех но ислам это не эмоции ислам это суждение курана и сунны в понимании сара фасалих праведных предшественников ислам требует четкого хладнокровного следования справедливости суждению религии мы просим аллах субхану а то ли чтобы он оставил руководителей мусульман и простых мусульман на истинный путь чтобы укрепил всех стопы наши на пути курана и сунны в понимании правильных предшественников это некоторые еще богатых которые распространены сегодня на которых строится современный хариджизм а и Продолжение следует...